Совсем скоро сезон свадеб подойдет к концу, но во Владивостоке продолжается бабье лето, а вместе с ним и активные празднования свадебных торжеств. Однако уже можно подводить итоги свадебного сезона 2016 года. О самых масштабных и необычных свадьбах этого лета и о ближайших тенденциях развивающейся в Приморье индустрии мы узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Ольга Иванова и Артем Ермаков, ведущие специалисты свадебной индустрии Владивостока. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Ну что, я могу вас поздравить с сезоном работы, с окончанием, точнее, его. Но, тем не менее, все-таки нельзя быть несправедливым и сказать о том, что он все же продолжается. Но хочется подвести итоги лета. Какое было это лето? Чем оно запомнилось именно для вас? Расскажите. Ну, лето было хорошее, свадебное. Погода не радовала. Но зато радовали люди, которые отмечали свое торжество. Не обязательно в этом сезоне. Вообще, люди радуют. Мы людей любим. Да, Оля? Очень. Очень, да. Чем же они вас радуют? Радуют тем, что, несмотря на то, что существует такое мнение, что, как бы, кризис и, вроде бы, как бы, дело не до праздников, не до свадеб. Но, на самом деле, это не так. Потому что жениться надо. Неважно, какой сезон, свадебный, не свадебный, кризис, не кризис. И поэтому, ну, как бы сказать о том, что как-то кризис отразился на количестве свадеб, ну, наверное, будет немножечко неправильно. Можно сказать, что на качестве, на каком-то, может быть. Да, что, может быть, отразился на форме самих свадеб, но, может быть, как-то на место проведения, время проведения. А так, в принципе, свадеб меньше не стало, нисколько. Ну, есть еще такой нюанс. На самом деле, это действительно так, что те люди, кто планировал, допустим, после свадьбы поехать в какие-то там страны, где нужно расплачиваться не рублями, в силу того, что, как бы, рубль, разница рубля и доллара, они подумали, мы все равно, как бы, поездку особенно не потянем. Поэтому те деньги, которые готовили на поездку, они на эти деньги решили отпраздновать свадьбу. И таких людей, на самом деле, много. Это тоже такой, как бы, факт. Что касается самого свадебного сезона, этот год как-то сравнить с прошлым, с позапрошлым, я не могу сказать, что есть какая-то разница. Разница есть, но в том смысле, что каждый год свадьбы интереснее, свадьбы современнее. Нельзя сказать лучше, просто индустрия развивается. И если мы, допустим, ну, по-честному вспомним свадьбы пятилетней давности, это не так давно было. Пять лет назад, это был там 2011 год, плюс-минус. Ну, это буквально, да. Ну, в принципе, да. То я могу сказать, что, ну, если тогда выездные регистрации, это было что-то из американских фильмов, это то, что... Была мечта, да, такая. Это то, о чем девочки все мечтали. Говорят, вот бы во Владивостоке кто-нибудь. И делали, занимались реально единицей. На сегодняшний день, не только в этом, да, и в прошлом, позапрошлым. Это уже стало нормой. То есть это уже, скорее, наоборот, редко, когда свадьбы без выездных регистраций. Ну, во всяком случае, если там со своим опытом, да, там сравнивать. Я, тем не менее, слышу иногда вопросы, что такое выездная регистрация. Давайте сейчас короткую справку дадим. Это не регистрация в ЗАГСе, хотя она, естественно, имеет место быть. То есть проходит официальная регистрация брака, а затем люди выбирают красивое место, и там проходит церемония бракосочетания торжеств. Ну, да, действительно, по закону нельзя вне стен зала, там, да, ЗАГСа проводить официальные регистрации. Поэтому для того, чтобы все было именно так, как нравится молодоженам, потому что раньше вообще такого понятия, как «а какая у вас будет свадьба?» Вот вы задаете этот вопрос 10 лет назад, все будет «какая будет свадьба?» Он говорит «свадьба». «Какая? Ну, я в платье, он…» «Веселая». «Веселая, да, 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 да». То есть вот такие были разновидности свадьбы. А, не, была разновидность. Свадьба в столовой и в ресторане. И дома. А, и дома. Ну, это дома были такие свадьбы. То сейчас, да, там, стили у свадеб появились, там… Цвета. Цвет. Потом там люди выделяют, ну, там, для себя там говорят, вот мы хотим там в стиле эко, рустик, вот, чтобы такое все было, знаете, натуральный материал. Сегодня это еще и очень модно. А вам не кажется, к слову, что это такая, ну, необходимость времени, наверное, потому что кризис, а эко и рустик свадьбы, они очень похожи по стилю, они подразумевают под собой такую экономию на материал. Есть, на самом деле, такой момент, что вроде бы мы делаем, стилизуем, и вроде бы, да, стилизация, там, места празднования, выездной регистрации и прочее, это достаточно трудоемкий и дорогой процесс, ну, потому что нужно все там переделать, там, и так далее. То благодаря вот этим материалам, которые могут быть недорогие, могут быть собраны в соседнем лесу, перекрашены, да, в нужный цвет, там, и так далее. Более того, это могут быть даже старые двери, если говорить о таких свадьбах, и так далее. Это вообще сейчас модно. Чем старее двери и чемоданы, и велосипеды, покрашенные в белой спрести, тем моднее свадьба. Ну, есть такие, есть такие моменты, да, честно. Ну, вот мы, кстати, и перешли как раз к теме того, что, собственно, с чего начинать в экономии на свадьбе, да? Можно сделать красиво, это не значит, что это будет дорого, правильно я понимаю? Абсолютно. Да, нет такого равно, дорого-красиво. Ну, и это, наверное, не только в свадьбах, это вообще везде в жизни, да, в принципе, встречается, да. Вот, но по поводу экономии, разные люди экономят на разном. Нельзя ставить так вопрос, на чем можно, на чем нельзя экономить, потому что, ну, как бы, система ценностей, вот, допустим, для девочек важно, Оль, вот скажи, что важно для них, платьюшка. Вот, да, вот что касается платья, мне кажется, ну, для кого-то приоритет быть в красивом, дорогом платье. Для кого-то, может быть, очень эффектно появиться на каком-то дорогом автомобиле, для кого-то, может быть, это принципиально. Для кого-то принципиальные фотографии, чтобы они были от топового фотографа. Да, или, допустим, видео, чтобы оно обязательно было снято, там, до свадьбы, заблаговременно, потом в течение самой свадьбы, чтобы это было действительно дорогое, шикарное, ну, как это называется, семейное кино, что ли, там. Было что показать потом своим детям. В приоритете, да, то есть сама свадьба может быть, ну, достаточно бюджетная, но вот для людей важно, чтобы видео было на свадьбе. Для кого-то важно, чтобы, там, кольца дорогие были, для кого-то важно еще что-то. Именно этот ресторан, потому что, ну, вот, я вот всегда мечтал, там, или мечтала именно в этом ресторане провести. Для кого-то важно, чтобы был именно этот какой-то там конкретный исполнитель, ну, там, не знаю, там, будь то ведущий. Может быть, группа какая-то, вот все время поселили группу. Да, кстати, по поводу, да, если раньше на свадьбу приглашали, ну, скажем так, только... Местных? Ну, там, певца, там, могли кого-нибудь, там, саксофон, там, пригласить, что-то еще, то сейчас уже, как бы, пригласить на свадьбу группу, это тоже уже, как бы, норма. То есть это не что-то такое выдающееся, да, и в том числе можно на свадьбу пригласить и не только местную группу. Есть и такие. Вот мы как раз, опять же, подошли логично так к этому вопросу. Было три, если я не ошибаюсь, очень масштабных свадьбы в этом сезоне. Было больше, но я знаю, три. Да, ну, такие основные, которые прогремели, конечно, понятно, что их было больше. И если говорить раньше, да, вспоминать, опять же, там, буквально пять лет назад, но такого масштаба, насколько я помню, может быть, я, конечно, ошибаюсь, не было. Тут еще... Это развитие индустрии или что? Безусловно. Ну, скажем, есть такой еще момент, что мы говорим о том, что раньше не тратили столько денег на свадьбу. Это действительно факт. Но факт не в том, что у людей не было денег потратить их на свадьбу. Вопрос такой, что некому было дать эти деньги. То есть не было того уровня исполнителей, которые могли действительно там организовать, привезти, пригласить, оформить и действительно сделать свадьбу уровня, ну, действительно, ну, не хочу говорить, да, там, мирового уровня, там, но уровня, скажем так, самых топовых российских свадеб и бюджетов. Сейчас такие исполнительные во Владивостоке есть. И что самое интересное, если раньше, допустим, до определенного бюджета свадьбы праздновали во Владивостоке, а после определенного бюджета, ну, как правильно сказать, проще людей привезти в замок, чем сделать замок во Владивостоке, правильно? Поэтому раньше, да, допустим, куда-то уезжали, всех гостей вывозили и в каком-то красивом месте, будь то Европа там или еще что-нибудь, и там праздновали. То на сегодняшний день, вот, про те свадьбы, про которые говорите, да, бюджет позволил сделать замок во Владивостоке, и были такие серьезные свадьбы, и звезды российской эстрады, да, не обделили вниманием Владивосток и молодоженов. И это было, мне было приятно, я не был на этой свадьбе, но мне было приятно, что, ну, вот, ребята привели. Ну, то есть у нас есть развитие, и действительно, уже мы выходим на уровень. Артем, Оля, не могли бы вы озвучить, просто я слышала эти астрономические суммы, на которые играют свадьбы в Москве, озвучить приблизительно. На какие суммы играют свадьбы в Владивостоке? Нет, в Москве, вот для сравнения. Понятно, что у нас это, там, две-три свадьбы, может быть. Ну, серьезное, допустим, агентство по организации, да, я именно беру агентство, потому что, ну, там, чтобы для сравнения, да, допустим, серьезное агентство где-то от двух миллионов рублей за свадьбу в Москве. То есть это от. Это самый минимум, насколько мне известно. Ну, московский, да, у серьезных агентств где-то от двух миллионов, а потолка? Нет потолка. Не бывает. То есть, в принципе, купить квартиру на те деньги, что сегодня играют свадьбы? Квартиры. Квартиры даже. Квартиры и машины. Маленькую гостиницу. Волне реально. Абсолютно. Ну, вот, мне кажется, что... Мы, кстати, приближаемся, я извиняюсь, что перебил, что на сегодняшний день мы приближаемся к этим цифрам, а где-то и, соответственно, где-то на некоторых свадьбах на трех, где-то и перегоняем. Ну, стоит ли оно того? Вот мы, давайте вернемся к разговору о том, что, в принципе, можно сделать очень милую, красивую, в общем, свадьбу, какую ты хочешь, и за более-меншие деньги. Ведь это так? Ну, это же... Тут как бы вот мы все о бюджет, о бюджет, потому что это, ну, скажем так, в период кризиса и вообще, ну, это первая головная боль у молодой семьи, потому что мы женимся в первую очередь. И мы как бы отталкиваемся от бюджета, но это неправильно. Правильнее отталкиваться от того, какие задачи, какой мы хотим видеть свадьбу. Да, ведь не всегда, скажем так, на ту свадьбу, которую ты хочешь, необходим большой бюджет. Вот, допустим, есть у нас примеры, да, Оль, когда приходят люди и говорят, мы хотим вот, как это, семейную, да, там, они говорят? Да, скромную, семейную, типа, да, такой семейный ужин в кругу друзей, чтобы это было вот в маленьком ресторане, там, играла виолончель, там, что-то еще. И для такой свадьбы не нужен дикий бюджет, там, какой-то сумасшедший. Вот, и она будет такой, какой ты хочешь. Вот, и тут как бы есть цель шокировать всех, есть цель удивить, есть самая любимая цель у всех невест. Какой? Помните, да? Чтобы у меня была свадьба лучше, чем у нее. Есть такие цели, да, чтобы у меня лучше, чем у сестры, или у меня там лучше, чем у моей подруги. Тогда, конечно, тут, кроме как бюджета, не взять. Ну, есть категория свадеб, когда берут, как это, идеи, так называемые, то есть в каких-то необычных местах проводить. Оригинальность, да? Ну, да. Ну, и там тоже, кстати, не всегда бюджет, потому что это можно сделать там на какой-нибудь действительно природе, в каких-то полуальпинистских, я не знаю, там, экстремальных условиях. И это будет круто, это будет недорого, но в то же время мы выполним те задачи, которые мы ставим перед свадьбой. Мы хотим такую. Ну, это как разговор просто и о бюджете, потому что всегда почему-то во глубоку угла ставят бюджет. А так не надо. В общем, каждому свое, да? Да. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Все-таки мы не рассказали, не дали такой лайфхак бесплатный, как сэкономить молодоженам, на чем? Действительно можно объективно. Поль, на чем можно сэкономить? Вот ты бы лично на чем бы сэкономила? На чем все-таки можно? Если мы говорим о фотографах, о кухне, об алкоголе, то есть есть такие вещи, на которых сэкономить нельзя, хотя бы потому, что люди заметят, если этого нет. То есть если у невесты нет платья, это заметно. Ну, это прям сразу будет. Если на столах нет алкоголя, тоже люди удивятся, наверное, придя на свадьбу. Некоторые не придут. Из-за этого, в принципе. А, кстати, сейчас вы зря смеетесь, очень популярные безалкогольные свадьбы. Это не популярные, это лайфхак. Это как разэкономит. Да-да-да, такой лайфхак. Вот, то сэкономить, вот лично мое мнение, и мнение, мне кажется, у многих специалистов, сэкономить на декоре. Я не говорю о том, чтобы полностью от него отказаться. Я говорю о том, что в нашем городе достаточно много заведений предлагают минимальный декор, который, в принципе, приемлем и где-то даже очень красив и неплох. Либо выбирать место заведения, уже подходящее по стилю к вашей свадьбе, чтобы не приходилось переделывать полы, переклеивать обои срочно. Потому что, опять же, делают неправильно. Сначала выбирают место проведения, а потом выбираем в каком стиле. И под этот стиль мы начинаем заведения переделывать, что в три дорога. Почему Оля действительно правильно сказала, на чем действительно можно сэкономить бюджет, это на декоре. Потому что подчас декор, оформление свадьбы, выездные регистрации, оформление заведения, ресторана, банкета, наверное, бывает до половины бюджета уходит на декор. Или что очень, мне кажется, хитрый и хороший прием, когда зону выездной регистрации оформляют не стандартной аркой, а, например, какими-то композициями, которые потом плавно декораторы могут перенести в зону президиума. И автоматически, то есть мы экономим, получается, на том, что у нас выездная регистрация и зона президиума, одна и та же декорация, грамотно составленная декораторами. И на этом экономия тоже, мне кажется, немаленькая. Да, очень много там всяких нюансов. Приемов. Приемов, да. Есть вариант, когда там цветы, если вдруг это цветы, то что это какие-то сезонные цветы, да, там. Есть вариант, когда недорогой цветок, но, допустим, в пышных каких-то больших композициях смотрится красиво, дорого, интересно. Есть вариант, когда мы декорируем и оформляем не специально под, скажем так, под эту тему, мы закупаем что-то, а берем что-то в аренду. И, слава богу, сейчас есть такие компании, которые предоставляют это. И арендная цена, разумеется, отличается от цены закупа. Тем более, что потом делать с этими бесконечными вазами, подсвечниками, колбами или еще что-то. Распродавать. Ну, открывать свой. Открывать свой магазин, как один из вариантов. В принципе, да, то есть мы не рекомендуем отказываться от декора. Мы говорим о том, что грамотно спланированный, скажем так, план действий по подготовке к свадьбе, выбирая заранее те места в той стилистике и так далее, мы имеем возможность потом не вкладывать такую большую, скажем так, часть бюджета именно в переделку. Какие-то, может быть, как раз таки в заведении, да, какими-то деталями дополнить, скажем так, индивидуализировать, ну, вот, какое-то свое событие в этом заведении, да, стоит. А переделывать, ну, глупо на самом-то деле. И, к слову, насколько мне известно, сегодня флористика, эти безумные, живые цветы, которых везде очень много нужно, чтобы красиво оформить ту же самую арку или президиум. Это действительно так, потому что сначала кажется, что, ну, сколько там нужно этих цветов, а когда, не, когда это в руках небольшой букет, кажется, ну, сколько, ну, 3-4 таких букета, ну, там, на стол поставим, да, и достаточно. На самом деле это серьезные объемы. А цветы это очень дорого, это, наверное, один из самых дорогих. Особенно в последнее время дорого, ну, ввиду, там, транспортных расходов, что они сейчас увеличились, там, ввиду, там, авиаситуации в стране. Ввиду всего, в общем-то. Ввиду, да, разные, да, ситуации, то есть, да, цветок, это, конечно, большой такой, большая статья расходов. Мне сейчас, мне кажется, очень много материалов, которые могут заменить цветы, и сейчас другие стили становятся популярными, и, мне кажется, от цветов можно отказаться в пользу. Ну, не хотелось бы, да, что сейчас нас видят, там, декораторы, флористы, что мы отговариваем кого-то от них. Нет, 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 друзья, нет, нет, друзья, вы наши друзья, мы ваши. Нет, в том смысле, что это просто первое, что приходит на ум, когда неправильно именно расходуется бюджет. Вместо того, чтобы дополнить существующий декор, его пытаются переделать заведение. Точно так же можно, допустим, и, ну, на других каких-то вещах, там, сэкономить. Ну, например, да простят меня рестораны и рестораторы, никто не вспомнит, был цезарь с креветкой, либо с курицей, никто не вспомнит. И нет такого, что если, допустим, алкоголь на столе не элитный, какая-нибудь, например, там, водка, там, не какая-нибудь супер за 2,5 тысячи рублей за бутылку. Ну, на моей практике не было такого, что люди зашли такие, ого, икры черной почти нет, а водка на 2 тысячи дешевле, чем я привык пить, и все, и уходят. Такие, мы не будем. Нет, такого не бывает, разумеется. Вот это тоже, кстати, такие вот вещи, ну, на алкоголе где-то. Ну, не то, что я не говорю, что давайте экономить на алкоголе. Я имею в виду, что нужно грамотно планировать. Понятно, просто действительно можно спланировать, найти выход и найти какие-то альтернативы. Разумеется. Мы говорили о том, что рынок развивается, и действительно это так. Даже если зайти в известную соцсеть, то там можно увидеть, наверное, сразу 10 компаний по производству тортов, мини-компаний, цветов, букетов готовых и так далее, и так далее, и так далее. Нет ли этого переизбытка уже, как вам кажется? Ну, я бы вообще сказал, что, во-первых, это хорошо. Это хорошо, потому что раньше было как? Ну, вот было несколько компаний, которые занимались, там, ну, допустим, кондитерские, да, такие более-менее известные, да, было несколько, там, еще, там, популярных и топовых, ну, в другой сфере свадебной организаций, и все как-то спокойно себя чувствовали. Вот, а за счет, ну, вот этой вот конкуренции все подрастают, на пяточки наступают. Это как бы вариант... Развитие и происходит, именно так. Ну, да, но это очевидные вещи. Первый момент, за счет перенасыщенности, я бы, наоборот, сказал, как раз... Появился выбор. Только-только у нас появился выбор, наконец. Оля, да, спасибо, что... Потому что, действительно, ну, вот, мне кажется, раньше вот заходишь, неважно, ну, куда-нибудь, на просторы интернета не было ничего. На сегодняшний день информационное поле, ну, я не знаю, куда можно зайти. YouTube, пожалуйста, там, видео сейчас с разных свадеб. Свадебные порталы есть, там, WVL, там, ну, другие. Ну, то есть человек может зайти, ну, выбрать для себя примеры, посмотрев. Раньше этого не было. Вот, кстати, вот эта вот перенасыщенность, которая, ну, может показаться, что это перенасыщенность, как раз-таки показывает, что есть все, можно и так, можно и эдак, потому что неправильно говорить, как это, да, кто лучше? Ну, потому что все говорят, знаете, такой вопрос, а кто лучший там, или кто самый хороший? Немножечко неправильно сказать, нет самых хороших, лучших. Есть вот эти, есть вот эти, есть вот эти. Подход, свой стиль, свои бюджеты. Ну, да, и то есть это как раз-таки тот самый выбор, который наконец-то появился. И со временем он становится больше. Как только будет перенасыщенный, я скажу. Хорошо, не забудь. У нас остается немного времени, буквально 5 минут, и хочется еще пару вопросов обсудить. Например, вот о сезонности, если говорить. Конечно, это лето, и, наверное, у нас по большей части сентябрь, как говорится, бархатный сезон. Чуть ли не в первую очередь сентябрь. В первую очередь, но с чем сталкиваются молодожены? Например, поздно обращаются, или хотят там немного времени потратить на подготовку к свадьбе, и просто у них поздно так и получается. И в итоге в сентябре все очень расписано, да, у всех, везде. У всех. Вот почему бы, например, не сыграть свадьбу в октябре, в ноябре? У нас ведь эти месяцы все равно часто. А почему бы и нет? Я не знаю, почему нет. Давайте, наверное, разрушим этот сериатив. До середины октября можно спокойно... Нет, я согласен, до середины октября, может быть, даже и ноябрьские свадьбы бывают очень красивые. Очень красивые, эффектные, интересные и удобные. И причем не обязательно выбирать ресторан, например, потому что, ну, думают, в октябре уже холодно, там гости замерзнут, не обязательно, потому что многие шатры даже оборудованы у нас в городе какими-то тепловыми. Установками, чтобы гости не замерзли. И можно спокойно в октябре и начале ноября, может быть, отмечать свадьбы свои на природе также, без всяких сомнений. А если мы говорим о сезонности, ну, вот вспомним сентябрь, на который все надеялись, а он оказался, ну, не таким уж и приятным месяцем для... в плане погоды, я имею в виду. Да, в этом году подкачал. Вот это как разговор о том, что, да, вот мы планируем... Мы летом, мы не будем вообще управлять сегодняшние. И получается так, что сентябрьские свадьбы, действительно, это так, конец августа, ну, август, да, сентябрь, действительно, эти свадьбы планируются на сегодняшний день, там, за полгода. Раньше такого не было, кстати. За полгода, за год бывает такое, что бронируются места, исполнители какие-то конкретно, да, потому что... а в ноябре нет, а в ноябре можно за месяц прийти, и я думаю, что проблем с заведением и с исполнителями, да, ну, и в конце октября не будет. Я почему задала этот вопрос? Потому что я думаю, что многие молодожены, они хватаются за голову, думают, все, если мы не сыграем свадьбу летом или в сентябре, все, когда нам переносить на другой год? Нет, это совершенно неправильно. Знаете, что нужно сделать для тех молодоженов, которые очень сильно хотят свадьбу летом? Надо их пригласить на какую-нибудь летнюю свадьбу в разгар, когда печет солнце, когда... Духота, дождь может пойти, да. Невозможная. Просто, когда вы находитесь, если еще это открытая площадка, и если нет какого-то кондиционирования или что-то из чего, ну, часов, наверное, до 9-10 вечера очень тяжело. Очень тяжело, прям физически, действительно. И да, вроде бы лето, да, вроде бы солнце. На фотографиях, наверное, может быть, даже будут улыбки, но... Ну, это физически тяжело, когда печет солнце, когда вы в рубашках, в пиджаках, в платьях девушки накрашены, и косметика тоже от солнца не у всех стоит хорошо на лице. Это хорошо, когда мы об этом говорим заранее, говорим, вот, солнышко будет, все очень красиво. Опять же, влияние алкоголя на свадьбе тоже из солнца. Да, совершенно верно. Никто об этом не задумывается, когда думает, что летом хорошо, а на самом-то деле алкоголь-то тоже нас немало подогревает, и солнце подогревает. Да, и получается двойной нагрев. Да. Поэтому пить много нельзя, это вредно. Не только на свадьбах, вообще, в принципе, мы за здоровый образ жизни. Да. Остается две минуты, и можно, может быть, тезисно подведем итог нашему разговору, и очень кратко еще раз обозначим основные критерии по подготовке к свадьбе. Что нужно сделать в первую очередь, и что можно оставить напоследок? Ну, как мне кажется, в первую очередь самое главное, с чем нужно определиться, это с тем, какой должна быть ваша свадьба. То есть это должна быть какой-то узкий семейный круг, либо это большая, либо это вообще громадная свадьба какая-то. И исходя из задач, которую мы перед собой ставим, мы уже и планируем, понятно, что бюджет, мы планируем, где это будет происходить, и планируем исполнителей. То есть иногда делают наоборот. Сначала заказывают какое-то заведение, потом думают, как мы там всех гостей разместим. Причем бывает такое, что заведение большое, гостей мало. И такое бывает. И наоборот. То есть тут самое главное, как знаете, при строительстве дома нужен сначала план, нужен проект, нужно все посчитать, и только потом уже заниматься всеми остальными работами. Ну вот, мне кажется, так. То есть можно, в принципе, даже организовать неплохо свадьбу самому, не обращаясь к специалистам, но при этом просто подойти к этому самому. Грамотно. Оля, я тебе, как девушке, еще хочу вопрос задать. Тренды ближайшие? Потому что каждый год сегодня новые тренды на свадьбу, мне кажется, люди даже не успевают их осознавать, да, и уже что-то новое приходит. Что будет модно в 2017 году в новом? Очень сложно, мне кажется, говорить, что будет модно, потому что каждый год люди, мне кажется, не отказываются от предыдущих каких-то тенденций. Кто-то, может быть, сходил в том году на свадьбу, что-то увидел, и подумал, вот у меня будет так же, и кому-то не важно, что модно, что сейчас двигает модой. Я даже, если честно, не знаю, что будет модно. Мне кажется, вот Артем, может быть, нам поможет в этом вопросе? Как и прежде, будет модно свадьбы на природе, то есть это будут шатры, это будут открытые площадки. Модно в тех местах, где раньше не проводилось, потому что сейчас есть такая тенденция, где красивое место, но не оборудованное, и туда привозят все, что нужно для свадьбы, то есть там красивая поляна с шикарным видом, и туда привозят кухню, шатер, персонал, всю инфраструктуру, и появились такие... Раньше не было просто возможности такой, да, и все хотят вот красивую картинку. Наверное, это главная тенденция – красивые, интересные, необычные свадьбы. Все так же, как и было, как всегда, в несколько предыдущих лет. Да, все хотят, чтобы было лучше, чем в прошлом году. Наше время вышло, нам пора заканчивать. Спасибо вам большое, желаю вам длительного свадебного сезона. Спасибо. Спасибо, что пришли к нам. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин